Золотой ключик Мы разработали план на лето, наше книжное лето, называется. Разрабатываем разные инновационные формы работы с детьми. И вот, мы думаем, самая инновационная форма, вот на последний момент, это у нас открытие книжной аллеи перед нашей библиотекой. Книжная аллея, которая называется «Убуратино», у нас работает уже четвертый год. Четвертый год по вторникам и четвергам с двух часов до пяти часов приходят не только дети, но и родители, молодые мамы со своими малышами. А для молодых мам мы получаем журналы «Мой малыш», «Мой кроха». Приходят пожилые люди. Пока мы не выходили на улицу, многие родители даже не знали, что мы обслуживаем мам, кроме детей, взрослых вообще. Многие думают, что дети перестали читать. Нисколько. Даже вот на примере книжной аллеи мы можем сказать, что каждый раз, когда выходим на улицу, дети сюда приходят. Они ждут, когда же будет вторник, когда будет четверг. Очень полезно. Поэтому, чтобы мы сочетали приятный активный отдых на свежем воздухе с полезным времяпровождением за книгой. И вот как раз вот это сочетание. Вот для нас мой ребенок есть в журнал. Интересно, читаем. В этом году ребенок в эту школу пошел старше. Он постоянно в библиотеке у нас тут читает, очень любит всякие книги. Он мне сказал. Вот мы начали приходить. Мы ходим, смотрим. Очень хорошо, удобно на улице. То, что на свежем воздухе. Здорово. Я пришла с братиком, чтобы здесь читать, выигры играть, картинки показывать ему, чтобы он учился уже этим читать, чтобы любил книги уже с малого возраста. Мы пришли как бы книжки сдать. Нам сообщили, что сегодня будет аллея. Пазлы собираем, играем. Я люблю читать страшные и сказки. Я почитала последнюю. Рататуй. Мы читаем книжку. Скорее смотрим. На свежем воздухе в аллее ребята имеют возможность не только почитать интересные книги и журналы, но и поиграть в настольные игры или даже поучаствовать в специально проводимых библиотеках в викторинах. Их сотоварищами в играх становятся родители. Гейзеры – это большие фонтаны холодной воды. Нет. Гейзеры. Гейзеры. У кого ноги на ушах? У зайца. Скажи именем. Зайца, что ли. Сегодня во всем мире проводятся самые разнообразные акции и проекты, призванные актуализировать книгу и чтение. Национальная библиотека имени Заки Валидзи стремится вернуть книгу прежде всего ее самому главному читателю – ребенку. Юлия Абдулина, Лилия Галямова, телеканал ЮТВ.